И вместо того, чтобы использовать идею Макеавели, разделяя власть и открыть российскому бизнесу какую-то дорожку, какой-то клапан для выхода, его в весе подчеркнули как враждебное, его всюду ввели ограничения. И по итогу я теперь вижу, что весь российский бизнес, он бодро встал вокруг Кремля и бодро помогает ему пережить эту войну. А это огромная масса умных, талантливых, квалифицированных людей. И попав в ситуацию, когда они со всех сторон обложены, как волки, красными флажками, они начали напрягать весь свой интеллект, как эти санкции обойти. И, конечно, всякие санкции, которые сейчас дополнительно лагаются на россиян, они воспринимаются еще очень болезненно, потому что никто не понимает, за что его наказывают, если он не поддерживает. И у него остается в этой ситуации только один вариант, стать еще ближе к Кремлю, еще больше поддерживать президента. Ты, может быть, его и не сильно любишь, и не одобряешь его политику, но тебе и не оставили выхода. И ты сбиваешься сзади за вожаков и идешь на охотников, рычая скалив зубы. Политический аспект санкций вообще никто не обсуждал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!